Доброе утро! Сегодня ночевал в апартаментах. Вчера вечером еще прогулялись по городу. Сходил в магазин, с ребятами встретился. И сейчас пойду прогуляюсь по городу уже по сверху, посмотрю достопримечательности. А в 12 съезжаю и по плану еду сегодня в Ржев. Ночую там. Разбил. Не стал ехать сразу дома, потому что все-таки для меня максимум дневной перегона 300-400 километров. Дальше я уже начинаю напрягаться. Напрягаться не хочу. Хочу получать удовольствие от езды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Опять боковой ветер сейчас был Вчера он был довольно сильный Но Не знаю, может быть Этот, по идее, он должен быть мне в спину Этот боковой ветер Сейчас теперь поет на север Ну что ж Заправился на Лукойле Продолжаю Продолжаю движение Или можно сказать, начинаю движение Впереди 390 км Осталось до Ржева Опять на заправке Танцы с губными Чтобы расплатиться Телефоном Нужно его перезагрузить Перезапускаешь телефон Оплата проходит По другому никак И код вводишь, и палец прикладываешь Зренки Такие дела Продолжаю 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 Вот Вот она Пехотчик Пехотник Добрый шлях В Словской области Россия Симпографируюсь Около знака Ну все Я в России Даже не знаю Ха-ха-ха-ха Что сказать Еще 310 км До Ржева Можно было поехать в Псков Псков ближе Потом из него Чтобы Должно угощаться Должно угощаться Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вышел на Ригу Очень сильный боковой ветер Причем дует справа Согревает Влево, навстречку Нахожусь в поселке Куньи В районе Великих Лук Ветер боковой Страшнейший очень сильно и дует сдувает прям навстречу остановился передохнуть два часа я в дороге примерно и километров от 200 примерно проехал еще мне столько же не знаю сейчас пообедать где-нибудь попозже в общем-то место нормальное столиков только не а 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Поселок Сталипино, на левом берегу. Я еще думаю, о чем нас спрашивают, когда мы заказываем такси после сплава Сталипино. Спрашивают, а какое Сталипино? А нам нужно другое Сталипино. Да, в Белоруссии были не очень хорошие дороги, но вот такого откровенного говна там мне не попалось. Аф, в Твери, пожалуйста. Дорога для Афгани. Ну вот и Сталипино. Хотел не ехать, но получилось как получилось. Сталипино мне нравится. Красивые домики. Монастырь. Мост. Сейчас как раз выйдем на мост. Вот, вид открывается, шикарный монастырь. 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 Река Волга. А еще шикарный вид, когда заходишь в Старицу на лодке. Слады вообще красота. Этот монастырь красивый. Ее видно монастырь. Так, 11 литров мы вообще не знаем. Монастырь. Или мы сняли survey город. Монастырь. Да. Вам мастырь. Монастырь. 11 литров 190 километров 11 литров 19 дохуя Продолжение следует... Да, есть в Твери хорошие дороги. Прям великолепные. Асфальт шикарный. И профиль классный. Повороты. Перепорожный сорт. Класс. Я в итоге после Волоколамска поехал по Риге. Что-то захотелось бульнуть. Попробовать. Максимум удалось мне разогнаться 185 по небольшую горочку. А так, зависит это все от ветра. После 150 мотоцикл уже не разгоняется практически вообще. Ну и некомфортно. Выше 150-160 мотоцикл. Ехать уже совсем некомфортно. А сейчас проеду через Истово. Покажу вам, как выглядит Новый Иерусалим. С этой стороны. Ой, чебурек можно взять здесь. Не сладко говоря, здесь... Хорошие чебуреки были раньше. Да и сейчас, наверное. Пожалуй, я чебурек съем как раз передохнул. Еще какой-то вот дождик. То ли он приходит, то ли уходит наоборот. Непонятно. Почему отдохнул? А потом поэт. Взял самсу и кофе. Пока поем, кофе попью. Дождь отсюда уходит в сторону Москвы. Он как раз сейчас в Зеленограде. Пройдет и поеду. Немножечко остался. А вот и он. Новый Иерусалимский монастырь. Вот такой шикарный вид отсюда, когда уезжает. Пятинское шоссе. Пятинское шоссе. Пятинское шоссе. Практически финиш. 2147 километров. Но будет финиш у 2150 с небольшим. Нормально. И получается, что ровно 7 километров. Как это называется? Постскриптум. У машины так легко ездить. Легко не в смысле, что и легко управлять. Ты просто сидишь на расслабоне. И ничего не делаешь. Но речь не об этом. Хотел рассказать об ощущениях. Они абсолютно такие же, как когда ты приходишь из похода или со сплава. То есть какая-то пустота. Ты не знаешь, что делать. Во время похода, если ты пешком идешь, то тебе надо идти, ты понимаешь. Надо идти. На сплаве надо грести. На мотике надо ехать. И тут ты попадаешь в цивилизацию, в эту суету. Ты просто не понимаешь, что вообще. Что сейчас делать-то? Ехать никуда не надо. И первое время не можешь войти в этот ритм. На мотоцикле тоже самое. После мотопутешествия я испытываю абсолютно те же ощущения. Поездка мне понравилась. Было классно. Здорово, весело, познавательно. Очень интересно. Был момент, что я думал то ли ехать, то ли не ехать. И хорошо, что я поехал. Так, сейчас второй включил. С механиком. Но очень хорошо, что я поехал. Мне понравилась поездка. Я, в принципе, вкатался в мотоцикл. Мне понравился мотоцикл. Я не буду его продавать. Этот мотоцикл это то, что надо для меня. Небольшие доработки требуются. Я записал все, что хотел сделать. В первую очередь, немножечко по багажу. Хотя и в таком варианте нормально. Плюс отрегулировать свет. Подключить подогрев ручек. И разобраться с аэродинамикой в комплексе. Во-первых, стекло. Мне не понравилось стекло. Я так думаю, что дело в нем. Попробую покататься сейчас со штатным стеклом. А во-вторых, это закрыть вот эту дыру. Из которой у всех, в общем-то, дует. Но на нормальных мотоциклах, например, ГТМ, там стоит... Ну, где вилка? Где вилка вот уходит от рулевой колонки вниз. Вот. У нормальных мотоциклов там стоит накладочка. Такая. На ГТМах, по-моему, она в такую дырочку. Вот. А на ненормальных мотоциклах ничего там не стоит. Вот. Надо поставить что-то или заколхозить, или посмотреть готовые решения. В принципе, это не сложно. Потому что, как было видно в первой части поездки, оттуда летит песок, когда ты едешь по проселочным дорожкам. Хотя этот мотоцикл не для проселочных дорожек. Но зато он классно управляется на асфальте. Мне на нем ехать удобно. Мне все нравится. Вот так. Поставил мотик в гараж и еду домой. Почти приехал. Все. Спасибо за внимание. Всем пока.